Изменения в бюджет 2020 года приняты единогласно. Более 1,8 миллиарда рублей будут направлены Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области на оплату труда работников подведомственных учреждений. Более 1,3 миллиарда предусмотрено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 815 миллионов на социальные выплаты безработным, а около 400 на модернизацию первичного звена здравоохранения. Цифры по сравнению с первоначальной редакцией существенно увеличились. Первое это увеличение расходов на Министерство здравоохранения. Более 200 миллионов рублей это обеспечение заработной платы всех работников бюджетной сферы, то есть до конца года у нас все эти вопросы закрыты. И еще хотел обратить внимание на ту цифру, с которой мы завершаем 2020 год расходы бюджета у нас достигли 80 миллиардов рублей. Также депутаты рассмотрели другие нововведения. Например, прожиточный минимум пенсионеров региона вырастет до 9247 рублей. Соответственно, вырастут и выплаты, которые связаны с этой цифрой. В среднем пенсия каждого пенсионера в регионе из-за этого вырастет на 500 рублей. Кроме того, поддержат и детей-сирот. Они теперь будут иметь возможность проходить подготовительные курсы в вузы за счет областного бюджета. Мы готовы, согласно закона Ульяновской области, в случае его принятия, взять на себя обязательства по подготовке данной категории наших ребят, подготовке их в качестве дополнительного образования и все расходы на себя в этой части возьмет областной бюджет. Не забыто и медицинское ведомство. Перед ним сейчас стоят, пожалуй, самые серьезные вызовы. Если с оплатой труда все уже достаточно стабильно и средства изысканы, то вот обеспечение лекарствами требует дополнительных средств. Правительству региона и депутатам удалось найти эти средства и распределить их предельно рационально. Особо остро проблематику чувствуют те, кто уже тяжело переболел ковид-19. «Знаете, вот отсюда, конечно, ситуацию мы видим по-другому. Когда ты там находишься внутри, это совершенно другое. И ты просто понимаешь, что там есть на самом деле профессиональные команды, начиная с Ищевки, главного врача Беззубенкова, заканчивая ЦГГБ, где по-настоящему людей спасают. И я могу, находясь там внутри, сказать о том, что на самом деле правительству региона удалось создать систему, которая на сегодняшний день выдерживает такие колоссальные нагрузки». Депутаты считают, что дефицит лекарств не единственная проблема. Не хватает специализированных площадей, поэтому нужно строить ковидный госпиталь, тратить средства на дезинфекцию лечебных помещений, решать вопрос с дефицитами, будь то гормональные препараты или антибиотики. Кроме того, бюджету предстоит решать и постковидные проблемы, которые неизбежно появляются в экономике региона. Все дополнения и поправки в бюджет приняты.